This conference will now be recorded. Довольно часто у слушателей возникает вопрос о том, какие знания, ну там понятно, что кроме курса, что еще нужно, а какие вообще аналитики бывают, а куда приткнуться, какие вакансии искать и так далее. Ну и вот мы сегодня обзорно вот об этом и будем с вами говорить. Для начала давайте я представлюсь. Зовут меня Ушакова Елена Сергеевна. Вообще говоря, разработкой программного обеспечения, а именно такова моя, скажем так, сфера интересов в IT. Я уже более 20 лет, а конкретно с 98 года. И сейчас я руковожу проектами по разработке программного обеспечения. Моя специализация это программное обеспечение для авиакомпаний, для российских. Был у нас опыт и с зарубежными компаниями, самого различного программного обеспечения, которое авиакомпаниям так или иначе необходимо. Ну а чтобы вы, ну как сказать, понятное дело, что с внутренней кухней авиакомпании вряд ли вы сталкивались, поэтому тут ничего интересного я вам рассказать не могу. Ну, но есть один у нас проект, который называется «Поисковая машина», который вполне возможно вы даже когда-то и пользовались. Если вы, например, на сайтах компаний, например, уральских авиалиний, аэрофлот, ЮТР, ну вот такие, наиболее на слуху, которые называют, или же на мета-поисковиках искали, а сколько же стоит там слетать вот сейчас, например, в Симферополь или в Сочи, то помимо многих разных предложений вы, в том числе, видели и предложения наших клиентов. Алло, Жень, войдите в компьютер. Пожалуйста, отключите. То среди предложений, которые вы видели в ответе, вы видели гарантированно и те предложения, которые как раз рассчитывает наша поисковая машина. И, как я уже сказала, вы видите, вас потом переводят, если вы выбираете это предложение, вас переводят на сайт наших клиентов. Но среди наших клиентов есть и агентства, достаточно крупные такие, как Ту-Ту, как Билетикс, как Авиасерис, как Озон. То есть вот тоже вот в этом плане вот этот наш продукт, поисковая машина, то есть если вы когда-то этим пользовались, то значит вы и пользовались тем продуктом, который я разрабатываю. Поскольку я давно в этом работаю, то, естественно, и многое, что называется, знаю. Я не всегда была руководителем проекта. До этого я была аналитиком. Ну, собственно говоря, я и продолжаю оставаться. И сейчас являюсь еще и владельцем нескольких продуктов. Поэтому вот такая вот аналитическая деятельность, она все равно остается у меня в активной моей работе. И поэтому я считаю, что, во-первых, я могу и научить чему-то интересному. Ну, и сегодня вам тоже рассказать кое-что интересное про аналитиков. Скажем так, какие они бывают. Небольшая такая затравочка про нашу специалист. Обратите, пожалуйста, внимание на более тысячи курсов, потому что, когда я буду рассказывать, вы увидите, что не зря я показываю вам вот эту картинку, потому что, на самом деле, когда мы говорим про аналитиков и сколько всего им нужно знать, то сразу, добегая вперед, спойлер, расскажу, что практически на любую тему у нас вы курсы найти сможете, если мы говорим именно про аналитиков. Ну, посмотрите про наши гарантии, какие у нас есть, много всяких разных, поэтому не буду долго на этом останавливаться. Идем дальше. Собственно говоря, почему возникла эта тема? С одной стороны, потребность на рынке аналитиков, имеется в виду именно айтишных, в общем, очень велика, посмотрите, я вот буквально пару дней назад смотрела данные, просто взяла вот с HeadHunter, да, посмотрите, это только по Москве, то есть две тысячи вакансий системного аналитика, почти три тысячи бизнес-аналитика, там меньше аналитиков UI, но, тем не менее, как видите, тоже, в общем, достаточно большой выбор. Это с одной стороны. А с другой стороны, получается такой парадокс, что вроде бы выбор большой, и люди начинают выбирать, рассылать резюме, а их как бы даже вот на собеседование не приглашают или приглашают, но потом очень быстро понимают, что что-то не то. Почему происходит такое вот рассогласование, да, между тем, что нужно, и вроде бы есть на рынке, и почему там я системный аналитик условный, с трудом вообще нахожу себе работу. Казалось бы, выбор-то огромный, то есть должны просто с руками отрывать, но почему-то вот есть такое расхождение. Ну и для начала, собственно говоря, кратенько, буквально пару слов, про каких аналитиков будет говорить. Ну, в первую очередь, это, конечно, бизнес и системные аналитики. Это то, что всегда у нас, когда мы говорим про IT. Такой интересный аналитик, такой редкий зверь, как аналитик UX, да. Интеграционный аналитик тоже, с одной стороны, казалось бы, какая-то странная такая должность, но поговорим, вы поймете, что все не так страшно. Чуть-чуть затронем аналитик Big Data и аналитик Data Science. Они вроде бы и аналитики, и вроде бы IT, а вроде бы и не IT. Ну, чуть-чуть поговорим. Ну, и совсем так уже, честно скажу, прям вот для красоты, это пару слов про вирусных аналитиков. То, о чем я говорила, вакансий, да, просто вот первые попавшие дела немножечко накидала для того, чтобы просто, что называется, начать разговор. Я прошу прощения, пожалуйста, выключите микрофон. Итак, давайте смотреть, собственно говоря, а что же от аналитиков хотят. Ну, вот давайте смотреть, что от них хотят. Ну, любую вакансию, какую вы не возьмите, все будет начинаться с того, что формирование бизнес-требований, формирование функциональных требований, там, написание технических заданий и так далее, и так далее, это есть практически в любой вакансии. А вот когда рассказывают про обязанности, вроде бы, казалось, все аналитики все делают одно и то же. Там, выявляют требования, разрабатывают их, фиксируют, согласуют и так далее. А с чего же вдруг такое разнообразие? Да, фокус заключается в том, что вот дальше, когда начинается, уже речь заходит о том, что там те же самые бизнес-требования нужно там выявлять, формировать, и тут выясняется, и выплывает у нас слово бизнес, и, значит, люди, которые это все будут делать, они, вообще говоря, должны разбираться там в бизнес-процессах, а их много всяких разных, да, там, у банков свое, у ритейл свое, там, система отчетов третья совершенно вещь и так далее. И вот тут уже начинается разнообразие. То есть на самом деле, когда мы смотрим на требования, да, обратите внимание, что вот у нас выплывает с вами, давайте прям, сразу начинаются нюансики, да. Опыт разработки на интеграцию. Только что предыдущий слайд, интеграционный аналитик. Здесь же я буду все очень замечать. Дальше давайте смотреть. Ну, вот принципы понимания методологии, это, конечно, спрашивают, как бы, раз IT, и если мы говорим именно о разработке программного, то есть, если говорим про разработку, то мы говорим о том, что, конечно, общие методологии, общее представление нужно иметь. Но когда мы говорим вообще про IT, то, конечно, здесь понятие более широкое. То есть сюда входит использование каких-то систем информационных уже готовых, тех же анализаторов, например, да. Но мы сейчас говорим именно про разработку программного обеспечения. Да, смотрите дальше тут же. Оп! И приветствуется опыт работы и построения принципов СУБД. Вроде уже не интегратор как-то, а вроде уже человек должен понимать там, что такое бигдаты и так далее. И все это в комплексе на самом деле. Или вот, пожалуйста, опять-таки начинается сбор, анализ, документирование, ну, все понятно. Опять и знакомые нам SQL. SQL, его очень широко требуется, сразу почувствуется. Дальше, смотрите, вот она пошла опять интеграция, интеграционное взаимодействие. А с другой стороны, например, просят нотацию BPMN, а это чисто нотация описания бизнес-процесса. А e-mail это как бы техническая вещь, но тут уже, вот Марат пишет, прямо мое резюме. Брала описание вакансии, ничьих резюме не брала. Смотрим дальше. Вот у нас появляется опыт, опять интеграция, то есть интеграция у нас. И в то же время, посмотрите, знание принципов построения UI. Опять какая-то новая грань у нас появляется. Нам тут и бизнес-процессы нужны, нам и интеграция нужна, и уже и UI нам нужен, и, как видите, все это вместе, и все это, заметьте, требует от одного человека. То есть можно еще посмотреть вакансию, да, тоже, смотрите. Изучать потребности продуктов с точки зрения сервиса работы с клиентскими данными. Смотрите, здесь уже прям требуется опыт работы с конкретными СРМ-системами. То есть помимо тех знаний, о которых мы уже говорили, да, там и про интеграцию, про базу данных, еще опыт работы просто с информационными системами у нас появляется. Ну, такие вещи, как аналитический склад ума, коммуникабельность, это тоже общее место для всех, это нужно всегда. Но было бы странно, если бы мы от аналитика не просили аналитический склад ума, да, то есть сама деятельность, да, аналитика, она сама по себе предполагает, что, да, человек должен уметь анализировать. Ну, еще один пример, посмотрите, да, тоже, с одной стороны у нас требуется Gmail и описание бизнес-процессов, BPN, Gmail и SQL-запросы, а с другой стороны, да, видите, прототипы различных, в том числе и UI. Прототипы, в первую очередь, здесь, конечно, требуются больше информационных систем, ну, и UI тоже в том числе. Давайте начнем плясать от печки, вспомним, что же такое анализ. Анализ у нас это разложение, разделение, расчленение, разборка. То есть, собственно говоря, что такое анализ, да, это мы берем какой-то объект и начинаем его раскладывать на составные части для того, чтобы нам их было легче и проще исследовать. Ну, в общем, такое общее место, я думаю, мы все с вами понимаем, что такое анализ. Аналитика, посмотрите, часть искусственного рассуждения, логики. Здесь уже нам мало кто это разложить на кусочки. Зачем нам это надо, да, для познания предметной области, деятельности, то есть всего того, что мы с вами изучаем. То есть сначала мы говорим, что мы это все разложим на части, но в то же время мы говорим о том, что мы потом должны все-таки из этих частей, опять-таки, наоборот, в обратную сторону составить общее представление, что важно, что не важно. Ну, и если мы говорим про аналитика, то, собственно говоря, смотрите, что у нас получается, да, аналитик занимается аналитикой. То есть, с одной стороны, его задача изучить какой-то объект, да, то есть для этого там собирается информация, собираются данные об этом объекте. Дальше вот то, что мы говорили, расчленение, разборка на составные части, то есть для более подробного понимания, проникновения, если хотите. Но на этом наш процесс не заканчивается. Дальше мы это должны все проанализировать, если хотите, разложить по полочкам или составить структуру, кому как больше нравится. Но даже это не сама цель. А потом нам это надо все собрать опять вместе, при этом не забыть какие-то главные серьезные моменты. И вот после того, как мы потом вот это вот все вместе соберем, уже нами проанализированные, проработанные, то если мы говорим про IT, если мы говорим про разработку программного обеспечения, то вот на основе этого анализа дальше мы должны предложить решение, как улучшить бизнес-процессы, что нужно придумать, как нужно сделать, чтобы это все заработало еще лучше. Почему сейчас так активно все направлено на бизнес? Ну потому что, давайте скажем честно, само по себе программное обеспечение и IT в более широком смысле, оно же нам нужно для того, чтобы наш бизнес приносил больше доходов. То есть само программное обеспечение, оно как бы в чистом виде крайне редко приносит вот прям чистый доход. То есть, а все это для чего делается? Для того, чтобы сделать наш бизнес более эффективным, более прозрачным, более успешным. То есть, что значит разработать какие-то информационные системы? То есть, разработать инструменты, которые сделают наш бизнес более успешным. говоря, вот почему так все сложно у нас завернуто. Потому что в конечном итоге наша цель не программу создать, а наша цель улучшить бизнес. Ну и поскольку мы говорим про различные системы, их очень много, естественно, сейчас было бы странно говорить про бизнес в отрыве от различных информационных систем. Значит, смотрите, что система? Это целое, которое соединяется из частей. То есть, если мы говорили аналитика, это наоборот, все разложить на части. То система, это вот как раз тот следующий этап, о котором я говорила, когда нам важно собрать все в обратную сторону, как единое целое. Потому что нас интересуют все-таки не части, а нас интересует конечный результат. Если же мы говорим про информационные системы, а IT это, конечно, в значительной степени то информационные системы, смотрите, специально привела тут определение. Совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенный для того, чтобы своевременно обеспечить надлежащих людей надлежащей информацией. Обратите внимание, да, то есть что делает информационная система. Да, конечные решения будут принимать люди, и бизнес ведут, и ответственность несут за него люди. Но чтобы они могли лучше принимать решения, для этого нужно, естественно, и нужны вот эти наши информационные системы, которые мы разрабатываем. Ну, а раз мы заговорили про бизнес, то, наверное, для красоты привела вам перевод, да, первый источник. Бизнес – это предприятие, это дело. То есть в итоге что у нас получается? Что на самом деле аналитики что-то такое интересное делают, что в итоге должно привести наш бизнес к процветанию. То есть мы разложили на части, собрали эти части, и после нашей сборки должно получиться еще лучше. То есть вот, собственно говоря, чем занимаются аналитики. Ну, и поскольку, как бы, такой усиленный акцент я делаю на бизнес, то всегда встает у нас вопрос о том, что, а как же, вот есть системные аналитики, а вот есть бизнес-аналитики. И вообще говоря, это разные люди. Да, вот Марат говорит, это разные аналитики. И вообще говоря, в идеале – да. То есть если мы говорим про бизнес-аналитика, какова его основная задача? Вообще говоря, его основная задача – это понять бизнес. Даже существует специальный там мировой стандарт, где описано, как бизнес-аналитики должны работать, какими методологиями пользоваться и так далее. И это вот свод знаний бабок, где это все рассказывают. То есть на самом деле основная и главная цель бизнес-аналитика – это удовлетворение потребностей бизнеса. То есть что ему важно? Понимать сам бизнес, за счет чего он процветает. Понимать тенденции на рынке, что есть, что сейчас активно используется, каков мейнстрим и так далее. Для чего это все нужно? Для того, чтобы проанализировать, как бизнес устроен сейчас, что ему не хватает или что можно еще предпринять для того, чтобы он стал более успешным. Ну и казалось бы, в этом аспекте, при чем тут вообще говоря IT? Это такие умные ребята, которые знают, которые придут и скажут, так, у вас все плохо, сейчас мы все изучим и расскажем вам, как все должно у вас быть. Но поскольку, как я уже говорила, сейчас настолько все тесно завязано, то да, аналитик вот это вот все проделал, он изучил бизнес-процесс, он изучил узкие места. Нет, это не аудиторы. Аудиторы – это немножко другая сфера деятельности. Они тоже изучают бизнес-процессы, но они изучают с точки зрения, как сказать, определенных стандартов. А здесь речь идет о том, что да, вы изучаете бизнес, но дальше вам нужно подать какие-то идеи, что нужно сделать, чтобы бизнес улучшить. И вот тут у нас начинается полная такая вот интеграция с IT, потому что на самом деле сейчас, когда мы говорим про улучшение бизнеса, то нередко мы говорим о том, что да, нужна какая-то информационная система, которая будет нам в этом активно помогать. И поэтому посмотрите, пожалуйста, цель, с одной стороны, удовлетворение потребностей бизнеса в развитии для получения прибыли, как мы и говорили, основная наша цель у бизнес-аналитика – это бизнес. А с другой стороны, посмотрите, он выясняет, для чего нужна новая информационная система, какими она должна обладать свойствами для того, чтобы вот эти самые бизнес-цели достичь. И вот здесь начинается очень плотная такая завязка между бизнес-аналитиком и системным аналитиком. На самом деле, ну, скажем так, еще, наверное, где-то лет 10, ну, может быть, 7, это были вообще принципиально разные люди. И по-разному их набирали, и по-разному их, скажем так, разные цели им ставили. А вот сейчас, в последнее время, вот даже если вы посмотрите вакансии, там, тот же Headhunter, Superjob, вы увидите, что вроде бы вы смотрите системный аналитик, а на самом деле там все опять про бизнес. То есть это все вместе как раз очень сильно интегрировалось. Скажите, пожалуйста, у всех пропал звук? Спасибо. Звук есть. Спасибо. Поэтому очень часто вы даже можете в вакансиях видеть просто через слэш. Системный аналитик, бизнес-аналитик. Или, например, когда вы приходите на собеседование как системный аналитик, а у вас начинают спрашивать, а в какой предметной области вы работали? А вот вы с банками имели дело? Или вот то, что я приводила вам в пример, да, вот работали с CRM-системами, а управляли клиентскими данными, да, это вот это чистый бизнес-анализ, то есть еще нет никакой информационной системы, однако это вакансия системного аналитика. Поэтому сейчас, еще раз повторюсь, очень часто можно увидеть вакансии, где просто вот прям через слэш, системный бизнес-аналитик. Ну тогда системный аналитик, собственно, вот он изначально всегда был про IT, про разработку программного обеспечения. Понятие системный аналитик, в общем, даже такого вот определения нет, как я вот вам из бабок давала, а вот для системного аналитика нет. Ну, когда говоришь, что ты системный аналитик, ну, все как-то примерно понимают, а это тот, кто дает задание, ставит задачи, тот, кто пишет ТЗ, или там дает задание программистам на разработку, или там обсуждает с архитекторами будущую разработку, и так далее. То есть, кратко говоря, постановщик задач. Но, как вы видите, сейчас постановщиков задач уже в узком смысле, они есть, и вакансии даже такие есть, где именно уклон в техническую, но их все меньше и меньше. Сейчас все-таки предполагается, что системные аналитики, они тоже должны хоть немножко в бизнесе понимать про бизнес, да, для того, чтобы все-таки более целенаправленно вести разработку и понимать, а что же бизнесу-то нужно. То есть информационная система не сама цель, а только средства. И вот этот момент, его нужно очень хорошо понимать. То есть, что нужно, в отличие, скажем, от бизнеса, который понимает про бизнес, про процессы, как их улучшить и так далее. Аналитик понимает про информационные системы, системный аналитик. То есть, что системы могут, что не могут, что программы могут и так далее. Кажется, современный продуктовый подход, в принципе, требует интеграции всех со всеми. Вы абсолютно правы. И я как бы плавно-плавно к этому вас всех подвожу. То есть, смотрите, что получается. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что системный аналитик хорошо знает про разработку, он знает там про особенности информационных систем, что они могут, что не могут. А с другой стороны, сами по себе эти знания очень хороши и полезны, но они будут работать только в совокупности. Поэтому, смотрите, что у нас получается. Цель – постановка задач программистам на разработку. Ну, я условно тогда немножко утрирую, вы понимаете. То есть, что нам нужно? Собрать требования, объединить, систематизировать и описать системные постановки задач. Вот когда мы говорим про системного аналитика, то здесь уже, конечно, больше про то, как это все должно работать, как это должно быть реализовано и так далее. То есть, системный аналитик больше про решение. А если бизнес-аналитик, он больше про проблемы, то системный аналитик, он скорее больше про решение. И поэтому, действительно, сейчас всех интересует, ну, как минимум, вот два в одном, да, чтобы человек и про бизнес понимал, чтобы он не предлагал какие-то абстрактные решения, которые потом в бизнес неизвестно, применишь или не применишь. А с другой стороны, действительно, чтобы не было каких-то фантазий, как у нас буквально вчера пришло требование. А давайте вы нам будете считать все комбинации всех тарифов со всеми, а это, чтобы вы понимали, там, миллионные записи, порядка 30 таблиц, которые нужно вместе объединить. И все это вы нам посчитаете там за три секунды. То есть, чисто теоретически это можно сделать, только встает вопрос о том, а сколько для этого ресурсов понадобится. То есть, грубо говоря, железо, оно тоже, между прочим, дорогое. И вот как раз и системная аналитика, и задача системного аналитика, вот попытаться вот такие прекрасные бизнес-идеи все-таки, с одной стороны, реализовать, а с другой стороны, все-таки бизнесу как-то так тактично объяснить, что мы-то реализуем, но эксплуатация вам потом обойдется чересчур дорого. И вы не столько приобретете в своем бизнесе, сколько потеряете. И это тоже задача системного аналитика. Поэтому вот посмотрите, специально добавила строчку, системный аналитик является фильтром и преобразователем между бизнесом и разработкой. То есть, его задача сказать, что можно, что реально, а что реально, но потребует вложений и так далее. Поэтому, когда мы говорим про, возвращаясь опять-таки, какие требуются, где-то требуются именно системные, и бизнес не интересует, но, как правило, это для каких-то платформ, например, которые потом будут наращивать и использоваться бизнесом, например, как тот же Bittrex. где-то требуются только бизнес-аналитики, но это скорее чаще всего какой-то глобальный анализ бизнес-процессов. А в большинстве случаев требуется именно вот такой вот симбиоз, чтобы, может, понимал и то, и другое, и потребности бизнеса, и системные тоже всякие вот эти ограничения и понимание вообще, что могут информационные системы, что можно через них, какие вопросы через них можно решить. Какие знания и навыки чаще всего требуются? Ну, всегда и везде вы найдете анализ, разработка бизнес-процессов. То есть, как я уже сказала, сейчас это практически общее место, то есть еще надо поискать вакансии, где вот по-настоящему будут разделять бизнес и системных аналитиков. То есть сбор информации – это наша аналитическая работа любого аналитика. Посмотрите, описание и моделирование бизнес-процессов. Дальше анализ эффективности и выработка предложений. Мы не просто так анализируем. Дальше мы говорим о том, что для того, чтобы это все было понятно и все участники процесса хорошо между собой взаимодействовали, а только это принесет успех. Посмотрите, да, навыки описания и владения различными, скажем так, графическими нотациями, которые позволяют описывать и визуализировать эти бизнес-процессы. А дальше начинается самое интересное. Автоматизация, что может быть, структурирование и анализ данных, понимание хотя бы на таких, ну, неначальных, я бы сказала, уровнях, понимание принципов построения СУВД, да, дальше архитектуры современных информационных систем, понимание жизненного цикла, ПО, ну и написание аналитических документов, технической документации. Кстати, вот эти вот навыки и знания и навыки, которые я тут описала, они тоже в основном базируются на том, что требуется в большинстве вакансий. Ну вот, сбор информации, написание аналитических документов, какой бы аналитик ни был, в любом случае, это всегда обязательно будет присутствовать. Вот, поэтому это все знания и навыки, которые, ну, почти по умолчанию от всех требуются. Вот здесь вот, где СУВД, я бы поставила знак вопроса, потому что не везде требуется именно СУВД, хотя очень широко распространено, я бы сказала так, в 70% случаев все равно понимание принципов построения все равно нужно. Ну, то, что сейчас очень активно используется, и то, что я вам уже подчеркивала и показывала на вакансиях, это интеграционный аналитик. Вообще говоря, если говорить о том изначальной, скажем так, как его предназначении, это аналитик, который понимает, как данные могут приходить, как они преобразовываться могут. Ну, например, мы говорим о том, что вы наверняка все сталкивались, что во многих системах мы телефон вводим по-разному, где-то через восьмерку, где-то плюс семь, где-то сплошняком, где-то с разбивкой и так далее. И, тем не менее, нас, систему, понимают, они данные друг другу передают, как это хранится где-то, это еще один интересный момент. И вот эти вот все преобразования, это как раз вот и есть эта интеграция. А если учесть, что сейчас еще очень широко стало, появилась необходимость интеграции между различными информационными системами, да, вот в связи с всеобщей цифровизацией, то сейчас это прям такой мейнстрим, да, мэппинг должен делать любой аналитик, да, совершенно верно. То есть, но это, изначально это интеграционный аналитик, то есть мэппинг, да, он нужен как раз вот для того, чтобы вот эти вот карты взаимоотношений между системами строить. То есть, кто откуда, какую информацию передает, в каком виде, как она должна передаваться и так далее. Это все в чистом виде есть интеграционный аналитик. Ну вот если немножечко вернуться назад к вакансиям, опять-таки, да, посмотрите, понимание принципов микросервисы, это уже про, вот микросервисы, это уже, да, про интеграцию в том числе. Взаимодействие там с системами хранения, тоже вот, пожалуйста, мы говорим о том, что, да, опыт проработки интеграции с использованием стандартных протоколов, сапрест, да, их тоже нужно знать. Это интеграционный аналитик, да, это все задачи интеграционного аналитика. Как видите, все в одной вакансии. То есть это тоже, это интеграция, и там свои особые процессы, подходы, свои знания, которые нужно знать. Еще раз повторюсь, это особенно сейчас актуально в связи вот с всеобщей нашей цифровизацией. Значит, смотрите, основная цель, постановка задач на разработку интеграционного программного продукта, то есть интеграция продуктов. Кстати говоря, сейчас очень много, очень больших, крупных систем, которые разрабатываются по вот этому подходу микропроцессов, микросервисов, и там интеграция встает между микросервисами на первый план. То есть изначально мы говорим про различные системы, взаимодействие с другими информационными системами, но и внутри одной системы это тоже сейчас достаточно широко применяется. Ну и вот задача это построение вот этих маппинг таблиц, где мы показываем, как один формат данных преобразуется в другой. То же самое можете вспомнить такой достаточно пример у всех на слуху, как формат дат. Да, мы говорим, что в западной культуре больше приняты даты, когда мы говорим год, месяц, день, а в нашей культуре больше приняты даты, месяц, год, но тем не менее системы как-то между собой обмениваются и прекрасно друг друга понимают. То есть это тоже такие, в общем, достаточно отдельные, такие серьезные задачи, которые как бы в идеале делает интеграционный аналитик, но, как мы уже выяснили, на самом деле это все тот же один айтишный наш аналитик, который и бизнес, и системный, и еще и интеграционный тоже. Что нужно знать ему? Понятное дело, что, как я уже говорила, все любят визуальные образы, поэтому графические нотации, чаще всего тут на слуху, это диаграмма потоков данных, DFD, в UML тоже диаграмма последовательности, в том числе, там есть еще и другие диаграммы, но чаще всего, когда мы говорим про интеграцию, имеется в виду, конечно, диаграмма последовательности. Понимание принципов современных веб-сервисов, потому что очень много, действительно очень много сейчас это востребовано, то есть что такое REST, что такое API, чем они друг от друга отличаются, какие стандарты, мы говорим, что там у SAP есть жесткий стандарт, иметь представление тоже о нем хорошо бы полезно, а там REST стандарта жесткого не имеет, но есть уже сложившиеся, какие-то устоявшиеся исторические традиции, которые широко используются, методы интеграции, понимание, что такое схемы, то есть, ну и понимание принципов обстроения микросервисной архитектуры, что это такое, как сервисы взаимодействуют, это вот все еще добавляем, добавляем знания, навыки, которые должен владеть аналитик, то есть и BPMN, которые мы уже перечисляли, здесь второй раз перечислять не стала, просто потому, что уже хотела добавить что-то новенькое, не повторяющееся, к тому, что я уже говорила, то есть к тому, что мы обсудили знания, навыки для системных бизнес-аналитиков, системных слэш-бизнес-аналитиков, добавляются еще знания и навыки для интеграционных аналитиков, и все по-прежнему, это все один и тот же человек, это все аналитик. Ну, а раз мы начали с вами говорить о том, что много требуется, часто, скажем так, требуется знание, понимание, там, баз данных, опыт работы с SQL, как вы видите, да, понимание принципов построения баз данных, то, естественно, нельзя обойти вниманием, сейчас к аналитику-проектировщику вернусь, аналитик данных, вообще это называется красиво аналитик биг-данных, биг-дата, и вообще изначально, опять-таки, речь шла о том, что это такие серьезные люди, которые сидят и анализируют данные, то есть выявляют какие-то закономерности, последовательности, недаром называется биг-данные, то есть большие объемы данных, как их структурировать, классифицировать, какие есть объекты, субъекты и так далее. Но постепенно, постепенно мы понимаем, опять-таки, что без информационных систем обрабатывать огромные, большие объемы данных все сложнее и сложнее, все труднее и труднее, и теперь мы говорим о том, что, да, аналитик данных, помимо самого вот этого анализа и уже не только больших данных, а вообще любых данных, он еще должен понимать, как это все будет храниться, как это будет преобразовываться, а что такое хранилище данных, а что такое база данных, чем одно от другого отличается, а как наиболее экономно хранить данные, чтобы наши базы данных не разрастались, чтобы с ними можно было как-то работать, да, посмотрите, то есть классифицировать, структурировать, хранить данные, но главное и отдавать их в удобном виде, а чтобы их отдавать в удобном виде, это опять-таки информационные системы. Да, их много, сейчас есть готовых, разных анализаторов, там если мы про веб, например, говорим, и про сайты, это может быть там Google анализатор, например, но фокус заключается в том, что часто нужно свое, свое персональное, где-то что-то не подходит, и тут опять здравствуй разработка, а чтобы это все разработать, как мы говорили, для успеха бизнеса, да, получается так, что вообще говоря, вот этот вот отдельный аналитик данных, который вообще говоря, отдельный человек, он немножко другим занимается, вообще не разработка программного обеспечения информационных систем, но он должен в силу сложившихся жизненных обстоятельств уметь интегрироваться или взаимодействовать с системным аналитиком, или если у нас, скажем, информационная система заточена под обработку данных, под хранение данных, то уже эти знания и навыки вот этого аналитика бигданных должны быть уже в арсенале, скажем, системного аналитика, может быть, не настолько глубоко, как для аналитика бигданных, но тем не менее, да, в значительной мере это должно уже присутствовать. Какова цель? Смотрите, создание хранилищ данных, анализ имеющихся данных, то есть уже роль аналитика данных, она тоже расширяется, то есть не просто анализ, а уже создание хранилищ данных. Ну и, естественно, преследуя эту цель, наша задача эти данные структурировать для того, чтобы их можно было хранить, да, а дальше преобразование, поиск. Вообще нужно сказать, что поиск – это отдельная такая сложная информационная задача, если мы говорим и о разработку программного обеспечения, если вы готовы поиске, разрабатывают готовые платформы под поиски, то есть и там это очень сложное программное обеспечение, которое действительно разрабатывается. Для быстрого и удобного доступа к ним, то есть зачем нам нужны данные, для того, чтобы принимать какие-то наши оперативные решения, опять-таки для того, чтобы наш бизнес хорошо работал. Ну и, естественно, как бы традиционно, какие знания нужны, тут, конечно, уже нужны специфические знания, владение требуется инструментами EBI, знание SQL, причем уже такое серьезное, если мы до этого говорили для системных аналитиков, да, они должны знать принципы построения, формирования баз данных, SQL-запросы, то здесь уже появляются не только такие привычные нам типа джоинов, селекты с джоинами, там какие-то группировки, но уже, посмотрите, появляются и агрегации, и аналитические функции, здесь уже у нас для аналитиков данных это все нужно. И на самом деле, что очень часто требуется, да, это все автоматизировать. А чтобы это все автоматизировать, уже нам даже знаний, ну, в лучшем случае нужно системного анализа, а иногда уже даже требуется и просто откровенная разработка, да, то есть уже даже не просто системный аналитик, а и просто иногда даже разработчик. Ну, чаще всего про разработчиков мы говорим, скажем, вместе с аналитиком бигданных, когда, конечно, нужно что-то доработать, доразработать, какие-то отчеты уже в готовых таких системах. Что такое витрины данных? Ну, смотрите, когда у нас есть хранилище данных, то в хранилище данных для удобства хранения данные хранятся, ну, скажем так, их компактно упаковали, вот как вы в кладовочку все сложили, по коробочкам все забили, у вас все забито, забито. А дальше вам нужно, а данные-то нужны для анализа, для, опять-таки, для построения каких-то отчетов и так далее. И витрина данных – это представление тех или иных данных, которые изымаются из хранилищ. То есть это, ну, некая такая специфическая визуализация, поэтому она называется витриной, ну, то есть это не назовешь там ни пользовательским интерфейсом, ни отчетами, а вот, как бы, такие сложные отчеты, которые показывают эти данные. Так что, как видите, еще, еще добавляется, хотя нужно сказать, что если кому-то, когда требуются вот такие аналитики, то чаще всего, как бы, такие появляются отдельные резюме или в резюме прям явно пишут, что, да, вот, нужно там Power BI знать, там сложный SQL или SQL на продвинутом уровне, иногда такое встречается, то есть и знания, как специальных инструментов. Ну, а мы так, я лихо проскочила, сейчас вернусь. Такой странный и подозрительный аналитик-проектировщик UX. Вы мне можете сказать, подождите, есть же дизайнеры, которые проектируют пользовательский интерфейс, они все знают про это дело, как и что нужно разрабатывать, как говорится, при чем тут аналитик, да, еще так красиво, аналитик-проектировщик. Ну, может быть, вы сталкивались когда-нибудь с такими ситуациями, когда замечательный, чудесный интерфейс под пользователей, пользователем хорошо и так далее, а, скажем, системным инженерам, ну, вообще ничего им не предусмотрели, ничего нет, и сопровождать систему, те, кто эксплуатируют и сопровождают систему, для них вообще ничего не сделано, ничего не придумано, и непонятно, как это все должно сопровождаться. А потому что дизайнеры, они позаботились, что называется, о пользователях, кто о чем знает, тот о том и поет, да, поэтому они знали про пользователей, и они реализовали все это чудесно, красиво, чтобы пользователям было замечательно. Замечательно. Наверное, вы сталкивались и с другой крайностью, когда, например, интерфейс просто повторяет базу данных, и вам, чтобы ввести клиента, сначала нужно добавить там кучу каких-нибудь там организаций, еще чего-то, еще чего-то, только потом вы можете добавить пользователей. И вот вы ругаетесь, но вот это все заполняете, не понимая, главное, зачем. То есть вы никак не приближаетесь к своей цели, но вы что-то там где-то ударно делаете в интерфейсе, более или менее красивым или некрасивым. Так вот сейчас уже пришло такое осознание, что все-таки должен быть аналитик-проектировщик, который будет проектировать пользовательский интерфейс. Получается, что аналитик UX анализирует метрики поведения пользователей, ищет пути, как их улучшить. Да, совершенно верно. Именно к этому и веду, что на самом деле, что у нас получается? У нас как бы получаются две крайности. У нас есть дизайнеры, которые хотят сделать красиво, удобно и так далее, и они представляют пользователей и знают, что пользователям надо, а с другой стороны, они не знают про бизнес, они не знают про именно технические, аналитические вещи. И вот об этом им должен сказать аналитик. Да, ну хотя бы такую элементарную вещь, а вообще какие роли в системе будут присутствовать? А что у нас вообще говоря будут системные инженеры, которые за этим будут следить? У нас будут какие-то пользователи, которые там, им это все не нужно, им вот попроще одну кнопку и так далее. То есть у нас будут сложные там аналитики бигдата, которым одной кнопки явно будет мало и так далее. То есть опять-таки получается, что нам нужен человек, который дизайнеру расскажет, а кто эти пользователи, какие цели они преследуют, какие бизнес-задачи они решают. То есть фактически получается, что аналитик-проектировщик UX, причем, заметьте, да, я специально, ну, они и называются UX, расшифровывается User Experience, да, то есть пользовательский опыт, аналитик пользовательского опыта и построение интерфейсов именно на основе пользовательского опыта. Какие пользователи будут, какой опыт, какие бизнес-задачи они решают. То есть это все делает аналитик-проектировщик. Его основная цель – проектирование пользовательских интерфейсов. Не нужно здесь думать, что аналитик будет рисовать кнопочки или там подбирать цветовую палитру пользовательского интерфейса. Нет, конечно, это будут все делать дизайнеры, но именно аналитик должен глобально это все дело, скажем так, представить. UI-дизайнер. Вот, а как же UI-дизайнер? Вот совершенно верно. Чтобы UI-дизайнер мог сделать хороший дизайн, ему аналитик должен рассказать, какие задачи будет решать пользователь с помощью интерфейса. А дизайнер на основе этих знаний уже разработает этот самый интерфейс. Я вам должна сказать по своему опыту, у нас сначала, когда делали новый интерфейс, новое приложение для обновленной нашей системы, мы решили, что положиться на наших дизайнеров. Они с нами работают давно, они как бы в отличие вообще от дизайнеров, даже предметную область хорошо знают, и даже знают пользователей, какие пользователи, что, и поэтому мы решили положиться на их опыт. Когда они нам представили первые прототипы и первые макеты, мы поняли, что вот это желание сделать красиво, оно пересилило всю бизнес-логику. Поэтому, да, активно сразу впряглись аналитики, которые стали объяснять дизайнерам, какие задачи и цели решаются. Еще раз, коллеги, смотрите, вот пишут, дизайнеры от бизнес-логики бывают часто далеки. Именно так. То есть аналитик UX, он не будет ничего рисовать, вот не он прототип. Вот максимум, что он может показать, это, ну вот сейчас появилось такое понятие, как скетчи, когда мы рисуем просто вот откровенными какими-то каракульками и говорим, вот тут должны быть поля ввода, вот тут вот люди будут выбирать из такого-то списка такие-то данные, то есть и это все делает аналитик, а потом уже и передает это дизайнеру. А дизайнер на основе этих данных уже рисует интерфейсы, уже хорошие, рабочие, со всеми его знаниями о том, что такое юзабилити и так далее. То есть задача аналитика, это просто, вот еще раз повторюсь, рассказать на самом простом примитивном уровне, какие задачи будут решаться, именно с точки зрения бизнеса. То есть несмотря на то, что я написала задачу повысить юзабилити интерфейса, тут нужно очень четко понимать, что это все равно в паре с дизайнером. То есть дизайнеру нужно четко глобально объяснить задачу, потому что если ему вот это все не объяснить, не показать, мы получим прекрасный, красивый интерфейс, просто радость души, но работать с ним в итоге будет крайне сложно. Поэтому да, есть аналитик, чаще всего, ну вот, кстати, сейчас давайте я прошу прощения, что я так скачу. Ну вот если я вернусь к одной из вакансий, где-то у нас там такое было, да? Смотрите, знание принципов построения UI. Никто же не просит там уметь рисовать, разрабатывать в тонкостях это все. Нет, но основные принципы знать нужно, чтобы это донести до дизайнеров. Ну вот когда вы приходите, не знаю, что-нибудь заказывать там, ну кухню вы себе заказываете, чтобы вам дизайнер это все нарисовал, вы же ему рассказываете, что мне нужна там холодильник, мне нужна мойка, а я вот часто пеку, мне нужна духовка обязательно, чтобы это было удобно. А дизайнер уже на основе этого вам все рисует. То есть вот как раз аналитик-проектировщик вот это все должен и рассказать. Что нужно бизнесу, что ему будет удобно, что будет неудобно. Ну вот тут нам пишут, сам нарисую. Ну отлично, если вы можете это делать, вам дополнительный плюсик к арму. Знание и навыки. Посмотрите. Анализ юзабилити сайтов, сервисов, приложений. То есть опять-таки понимать основные принципы. Знание, понимание основных принципов. Понимание основ дизайна, ну просто чтобы с дизайнерами разговаривать на одном языке, чтобы вы друг друга понимали. Ну и знание особенностей там ГУИ, графических интерфейсов, iOS, Android. Просто сейчас очень много мобильных приложений, и там есть некая такая своя специфика, которую тоже нужно знать и понимать, для того чтобы получились хорошие интерфейсы именно для мобильных приложений. Опять-таки повторюсь, что это нужно знать на том уровне, чтобы донести то, что вы понимаете про пользователей, про роли пользователей, донести до дизайнеров, чтобы они это все разработали красиво и главное функционально. Вот даже такой простой пример, опять-таки извините про самолет. Видите, вы в самолете, у вас там центр развлечений. Вот опять-таки прикидывайте, какие там могут быть пользователи. Это могут быть дети, которым нужно что-то развлекательное, мультики там и так далее. То есть им нужна соответствующая интерфейс. Это взрослые люди, которым уже вот эти все красивые бантики, там анимашечки, анимашечки и так далее уже как бы не нужны. Они их раздражают, потому что много времени на это отнимается и так далее. Вот, собственно говоря, в чем суть и в чем основное предназначение аналитика-проектировщика UX. То есть не надо думать, что это дизайнеры. Нет, это именно аналитики. Ну и совсем уж так, для красоты это практически не про разработку, но тем не менее, есть такое понятие, да, как аналитик, да, это science, обработка информации и формирование на этой основе выводов, поисков скрытых закономерностей, извлечений знаний и так далее. Ну, что тут может быть? Ну, самое простое, с чем вы могли, может быть, сталкиваться, когда, скажем, ваши дипломы прогоняли на антиплагиа. Это как бы такой самый простой, самый примитивный, да, вот такой вот анализ. Но, тем не менее, это вот уже есть data scientist. Конечно, это не про разработку в каком плане. Значит, если мы говорим про аналитиков, именно вот аналитиков информации, то здесь речь идет о том, что они анализируют информацию и пытаются определить какие-то закономерности на основе мат-статистики, то есть тут очень сильно задействована математика, спрогнозировать какие-то тенденции для того, чтобы на основе этих тенденций принимать решения. Ну, например, как один из таких вариантов, как вот Минэкономразвитие, когда им присылают много-много разных проектов, кому дать денег, а кому денег не давать. А проектов много, нужно понять, какие ценные, какие менее ценные и так далее. То есть анализировать огромное количество информации. И здесь, конечно, в первую очередь речь идет именно про анализ вот такой вот самый настоящий, серьезный, глобальный, то есть с целью исследования данных, выявления закономерности для выявления показателей, которые могут потом помочь принять решения. Если мы говорим, вот я написала, что они делятся, да, на аналитиков и программистов. Почему? Ну, потому что сейчас существует достаточно много платформ, которые позволяют вот эту самую аналитическую деятельность проводить, но под каждый вид деятельности эти платформы все равно надо дотачивать. и здесь уже речь идет о том, что, да, что-то там придется дописывать, и вот тут, когда речь идет про дописывать, когда-то это делают сами эти аналитики, когда-то привлекают программистов, и вот как только они привлекают программистов, вот тут они начинают выступать уже в роли системных аналитиков, но, естественно, им нужно объяснить, да, объяснить программистам, а что же нужно запрограммировать. Но вообще их основная деятельность это подготовительная, и вот на эту подготовительную деятельность какие сущности выявлять, какие сущности анализировать, какие тенденции для анализа и так далее, чтобы потом под это написать программу, а еще лучше вот то, что мы говорим там, нейросети, то, что сейчас появляется, да, там, машинное обучение, это вот тоже все сюда же, но для этого нужно сначала разработать гипотезы, их проверить, а потом уже передавать программистам на разработку. То есть здесь большая часть у нас именно чисто аналитическая, и поэтому сюда требуются вообще абсолютно отдельные люди, которые обладают специальными для этого, скажем так, знаниями. Ну, про знания и навыки, естественно, да, посмотрите, моделирование и обработка данных для извлечения бизнес-ценности. Недавно присутствовала на семинаре, который как раз проводили для аналитиков, для системных аналитиков по поводу взаимодействия вот аналитиков данных, ну, не Big Data, да, вот именно Scientist и системных аналитиков. И вот там говорили, что основная эта проблема и больше всего времени аналитики тратят на то, чтобы придумать вот эти вот гипотезы, проверить их, получить данные, то есть эксперименты провести, чтобы потом аналитикам рассказать, а как это все потом нужно запрограммировать. И вот нам рассказывали, что на это может уходить там от полутора до двух лет. То есть тоже, смотрите, здесь уже мы говорим о том, что здесь модели уже более серьезные, а поэтому уже и проработка задач немножко другая, и тут уже включается понимание методов машинного обучения. Здесь может добавляться Python, знание Python, для того, чтобы пользоваться вот теми инструментами, о которых я говорила, которые уже существуют, для анализа, для выявления закономерностей в бизнесе, то есть для повышения эффективности бизнеса. Ну и буквально пару слов про вирусных аналитиков уже для красоты. Собственно говоря, это люди, которые занимаются информационной безопасностью и изучают и анализируют, какие вирусы появляются, и дальше опять-таки постановка задач, как защититься от этих вирусов. В идеале, конечно, прогнозирование, да, прогнозирование появления вируса, ну это уже, как говорится, как повезет, но это в идеале. Но опять-таки, если мы говорим про разработку программного обеспечения, то, конечно, вот вирусный аналитик, да, это сайентист, это, в общем, скажем так, сильно задолго до разработки программного обеспечения. Хотя тоже аналитики в IT, потому что все это связано с IT. Как видите, много разных людей, но почему-то все хотят, все работодатели хотят, чтобы мы знали все в одном лице, и поэтому, собственно, что мы можем предложить. Если говорить про тот курс, который читаю я, практика разработки требований к программному обеспечению, то тут мы акцентируем все внимание как раз на выявление требования, разбор и овладение различными инструментами по сбору требований, навыки графического описания, описания интерфейсов, то есть мы разбираем диаграммы юзкейс-диаграммы, диаграмма потоков данных разбираем, диаграммы сущной связи разбираем, которая как раз показывает, из каких объектов информационная система состоит. это все входит в курс, который я читаю. Но вообще я должна сказать, что вот вы обратили, наверное, внимание, сколько всего еще, помимо прочего, требуется. Поэтому я вам хочу рассказать про то, что этот курс, он, ну, как бы и сам по себе, как вы видите, в общем, достаточно ценен, потому что мы много чего разбираем, но, на мой взгляд, он ценнее в нашей дипломной программе, потому что, посмотрите, вот помимо того, что я вам рассказала, что мы используем в курсе, что еще в эту программу входит? Посмотрите, управление реинжиниринг бизнес-процессов, и здесь как раз вот про диаграмму, которую мы упоминали, BPMN, BPMN, она у нас тут, мы только что с вами говорили про то, что нужно понимать юзабилити, уметь анализировать и так далее, соответствующий курс. Мы говорили о том, что, вот давайте, если говорить про вакансии, сейчас я к ним вернусь, там везде встречается про написание документов, поэтому у нас есть в этот же, в нашу дипломную программу входит и отдельным курсом прямо написание технических документов, хотя, скажем, какие-то капельку мы разбираем в курсе практика разработки требований, но мы не пишем документ, а просто обсуждаем, что в него должно входить, что должно входить в сам документ требования, а вот технические писатели, это уже как написать, как сформулировать и так далее, как структурировать документ, все это весьма и весьма полезно, поэтому на мой взгляд стоит посмотреть именно в сторону дипломной программы, ну или опять-таки вы можете набирать это отдельными курсами, пожалуйста, как бы вы понимаете, что вам не хватает посмотрели вакансии, вы видите, это я знаю, это я знаю, давай-ка посмотрим, что я еще не знаю, что востребовано, например, вот сюда в этот курс не входит SQL проектирование баз данных, а как мы видели, это достаточно часто используется. Есть такие курсы у нас специалисты, недаром я вам показывала, сейчас, верну секундочку, про тысячу курсов, то есть практически все, о чем я сегодня рассказывала, практически для любого из перечисленных аналитиков, вы всегда найдете курс, например, есть, вот, аналитик биддата, тоже для них есть отдельная специальная дипломная программа, но не упоминаю, поскольку цель моя представить немножко другие курсы, и мы вообще говорим про разработку программного обеспечения и, соответственно, системный аналитик. Собственно говоря, это вот про то, какие аналитики бывают, какими знаниями, навыками они должны обладать с точки зрения работодателей и что мы вам можем предложить, что мы изучаем. У нас есть разные подходы, ближайшая группа по практике разработки стартует 1 августа у нас, есть разные формы обучения, я думаю, вы это посмотрите, как кому удобно, то есть, как видите, тоже выбор есть большой. Ну, а теперь, собственно, ваши вопросы. Знаниям от статистики и тервера нужны только дата-аналитикам или всем аналитикам? Скажем так, крайне, нет, я неправильно говорю, если мы говорим про системным, про бизнес-аналитиков и так далее, там редко вы встретите такие требования, что нужно знать мат-статистику терверк, а вот если мы говорим про data scientist, то там это просто в обязательном порядке, там, если смотреть эти вакансии, то там первое, что будет написано, математическое образование, мат-статистика, терверк. еще вопросы? Давайте я вот так выведу, может быть, на трансляцию ваши вопросы. ну что, совсем нет вопросов? А, спасибо, ну, я постаралась вкратце охватить, чтобы было понятно, потому что когда у меня спрашивали, а чем ты занимаешься, говорю, а я аналитик, и так народ всегда подвисал и не знал, а что анализируешь? Да, вот там, или разработки программного обеспечения, то есть очень-очень много аналитиков всяких разных, да, вы наверняка слышали финансовые аналитики, там, политические аналитики, и вот еще куча всяких аналитиков. Да, учиться, 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 вы знаете, я когда готовила этот готовилась к этому семинару и стала просматривать вакансии, как я говорила, часто на курсе спрашивают, а что еще нужно подучить, я сама удивилась, честно говоря, сколько всего сейчас от аналитиков требуется. Уже есть курс для интеграционных аналитиков, отдельного курса нет, потому что, ну, скажем, нужно слишком разные узкоспециальные знания, но вот из того, что я перечисляла, вы можете посмотреть и по РЕСТу, по АПИ, по СААПу, у нас точно в специалисте курсы есть, просто не ищите по интеграционному аналитику, а ищите вот по тем знаниям и навыкам, которые я дала. Давайте, я верну этот слайд. где у нас интеграционный аналитик. То есть вот в курсе, скажем, который я веду, диаграммы мы разбираем и практикуемся, он недаром называется практика разработки требований, то есть вы сами там руками под учебный бизнес-процесс это все строите, вот, что-то есть, а скажем, если мы говорим про веб-сервисы, ну, просто посмотрите, поищите, у нас есть курсы именно вот и про Рест, и про СААП, там все это разбирается. А, я как раз в поиске работы бизнес-аналитиком выяснила то, что надо еще много учиться, да, есть такой нюанс как бы сейчас, ну, знаете, за то, что я хочу сказать, вот, если вы смотрели вакансии, вы обратили внимание, что вот аналитики, когда вот пишут там бизнес системный, от них очень много требуют, но зато у них заработок очень хороший. да, вот, кстати, посмотрите, еще вот один нюанс, о котором я не упомянула, это знание предметной области, если мы говорим про, особенно про бизнес-аналитиков, да, вы можете не знать какие-то аналитические вещи, но вот действительно, как Марат пишет, работодателя может привлечь, и что вы знаете предметную область, в которую вы идете, то есть и вы нередко найдете вакансиях прям требования знания банковского дела, знания учета, и вот даже я вам приводила вакансию, да, умение работать с РМ, понимание управления клиентов, да, то есть это важный момент такой, да. Курсы для аналитиков на рынке ценятся или работодатели хотят реальный опыт? Знаете, вот что касается аналитиков, я могу сказать, что в принципе ну не то, чтобы не сложно, но существует такой, такая ниша, как стажеры аналитики, аналитики без опыта, но знания там должны быть, то есть опять-таки вот когда я готовилась к семинару, я просматривала вакансии и в общем не раз и не два наталкивалась на то, что перечисляются знания и говорится о том, что без опыта можно, хотя конечно все хотят с опытом, но вот в плане аналитики я обратила внимание на то, что без опыта тоже реально, но со знаниями знания нужны. ну хорошо, еще какие-то вопросы? ну что ж, если нет вопросов, то тогда мы на сегодня заканчиваем, я надеюсь, что что-то у вас прояснилось, ну и надеюсь вас увидеть на своем курсе, кто заинтересовался и кому, кто понял, что ему это будет в его работе полезно. Презентация появится в личном кабинете, да, да, видео будет, ну, будет запись, вот, которую я веду. Ну что ж, тогда запись я останавливаю, большое спасибо, что вы выслушали, досидели до конца, ну еще есть пара-тройка минут, на вопросы, уже может быть частные. Все, запись заканчиваю. Спасибо вам. Спасибо.